В конце 60-х КБ Сухого В конце 60-х КБ Сухого В то время боевой генерал серьезно рисковал карьерой, ведь в 55-м году штурмовую авиацию официально упразднил, поэтому все были против. И министр авиационной промышленности Дементьев был против, и главком Кутахов был против. Огромный бомбардировщик или сверхскоростной истребитель – это внушает уважение. А тут какой-то штурмовик с дозвуковой скоростью. На тебе, боже, что мне не гоже, как говорилось. Поэтому к нему и относились так, как, значит, гадкому утенку. Удивительно, но даже сам будущий главный конструктор этого самолета Владимир Бабак сначала был в числе его главных противников. Все считали, видимо, так же, как и я на первых этапах, что это не тот самолет, ради которого нужно было бы тратить силы. Но Ефимов, сам в прошлом воевавший на штурмовике, был настойчив. В перерыве одного из совещаний бывалый летчик разговаривался с Павлом Сухимым. Мы сидим в столовой, он подозвал официантку, там нам подали чай, там, я не знаю, оставшийся там винегрет или еще что-то. И я ему дозвонил, Павел Олосимович, нужен самолет-штурмовик. Ну ты пойми меня, Дементьев меня же давит за этот штурмовик, чтобы я не вылазил с этим делом. Я говорю, ну ты пойми, что нужен самолет такой. Александр Ефимов умел убеждать собеседника и сухой заинтересовался. Я взял салфетку бумажную и примерно начертил облик самолета. Можно только догадываться, что было бы, не окажись тогда под рукой маршала обыкновенной салфетки. А 10 лет спустя, в 1985 году, непривычных очертаний самолета, похожие на маршальский эскиз, оказались на обложке чешского журнала «Летик Тирш Космонавтика». Между союзниками по Варшавскому договору разгорелся настоящий скандал. Самолетами с обложки оказались новейшие советские штурмовики Су-25. Их фотографиями тогда в странах НАТО не располагали. А между тем, новые советские самолеты уже 5 лет наводили ужас на моджахедов в Афганистане. «Ромб» – так называлась секретная операция Генштаба по переброске двух новейших штурмовиков Су-25 в Афганистан. Самолеты вооружения необходимо было проверить в условиях реального боя. О невероятной разрушительной силе объемно детонирующей авиабомбы ходят легенды. Сейчас вы впервые видите уникальные кадры ее взрыва во время испытаний, которые можно рассмотреть только при замедленном повторе. Подобные боеприпасы из гуманных соображений применяются лишь в исключительных случаях. По некоторым данным, такие бомбы иногда применялись в горах Афганистана, а позже помогли очистить от боевиков горные массивы Дагестана в районе Карамахи и Чабан-Махи. Бомбы мы кладем там с точностью, значит, обычной бомбой мы кладем с точностью там 30 метров, а управляемой бомбой кладем с точностью там 4-5 метров с высоты 5 километров. В конце 60-х годов работа над Су-25 началась фактически нелегально. В то же время в Соединенных Штатах Америки на разработку штурмовика было выделено 40 миллионов долларов. Там был учтен опыт войны во Вьетнаме. Новый штурмовик А-10А Тандербулк в американской армии получил обидное прозвище «Бородавча». Су-25 появился на два года позже, в 1975 году, и оказался лучше американского аналога. Но прозвище новой машины также не заставило себя ждать. Я говорю, слушай, вот и грач наш, он выруливает. Вот этот самолет и Су-25 потом называли действительно грачами. Очевидно, мое первое такое его название, оно обрело свой смысл и свою жизнь. «Грач» – самое распространенное название штурмовика, будущего героя нескольких войн и десяток локальных конфликтов. Самолет, благодаря которому Владимир Бабак позднее сделает карьеру главного конструктора, начинали разрабатывать без него. Но в 1981 году Бабак возвратился в родное КБ Сухого из Минавиапрома. Тогда он не подозревал, что этот шаг определит всю его дальнейшую судьбу на ближайшие 20 лет. Я этого сначала не понимал. Но когда я, значит, глубже познакомился с этим самолетом, влез в него, то, что сделал Юра Ивашечкин вместе с Олегом Самойловичем, я понял, что мы сделали настоящее чудо для обычного летчика. То есть сегодня, можно сказать смело, что самолет Су-25 – это как, значит, панцирь для рыцаря средних веков. Мне пришлось два раза попадать в сложнейшую ситуацию. Сбивали ракеты из Пароу, сбивали и ракеты с Тингером. И, как видите, остался живой. И, в первую очередь, благодарен именно этому самолету и генеральному конструктору. Вот эта вот кабина, вот эта вот титановая броня, которая спасла жизнь Александру Владимировичу Ручскому. Вот почувствуйте, какая она мощная монолита. Она выдерживает любой боеприпас, который взрывается в пределах пяти метров. Летчики выполняли боевые задачи даже в узких афганских ущельях. У муджахедов вначале не было средств борьбы с новыми штурмовиками. Но вскоре ситуация резко изменилась. Так это было устроено ущелье, что с той стороны была стена практически. Она под крутым углом была, и на ней росли деревья. И, значит, самолеты ползли прямо практически по этим деревьям. То есть вот приходили у них даже на фюзеляже находились остатки от деревьев. Ну, а сзади, за этой горой сидят пара или тройка этих душманов. И в упор расстреливают этот самолет. Они же видят, как он ныряет, как он выходит. Появление переносных зенитных комплексов у муджахедов стало серьезной проблемой. В один из дней в разных районах Афганистана погибли сразу четыре летчика. В тот же день зенитной ракетой был поврежден самолет Константина Павлюкова, близкого друга Александра Рудского. Под сидением есть специальная, будем говорить, там такая ниша, то есть специальная такая, такой типа портфеля на замочке, где нас, где уложены и в том числе и автомат короткий. Поэтому он отстреливался до последнего и видит, что боеприпасов больше нет, у него была граната и подорвал себя, подождал, когда подойдут душманы. И когда они его пытались поднять, он подорвал себя и подорвал душмана. То есть безвыходная ситуация. Как во время Великой Отечественной, советские летчики предпочитали погибнуть, но не сдаваться в плен. С ними обходились очень жестоко. Там же погибли у нас много других летчиков на других самолетах. И там просто уничтожали их, издевались сначала, а потом уничтожали. Несколько дней спустя был сбит и сам Рудской. Самолет спас его от верной смерти, но после катапультирования во время боя он потерял сознание и очнулся уже в плену. Ну а дальше уже в бессознании, так сказать, как овцу подвесили на палку. Я когда пришел в себя, смотрю, руки-ноги привязаны к бревну, и меня двое несут в лагерь. Вот такая ситуация. Поэтому в жизни все бывает. Конечно бы, если бы я был в сознании, наверное, исход был бы такой же. Не попал бы в плен, потому что попасть в плен врагу не пожелаешь. Александра Рудского из плена освободят позже. А тогда и военные конструкторы понимали, проблему с Тингером нужно было решать немедленно. Беспокоилось даже руководство страны. Министр Силаев меня пригласил к себе и говорит, вот давай быстренько решай эту задачу, или ты не главный конструктор. Конструкторы приняли решение. Не уходить из КБ, пока не помогут летчикам. В кратчайшие сроки они придумали специальные тепловые ловушки для зенитных ракет, которые отстреливались автоматически, не отвлекая летчиков от боевого задания. 60 тысяч боевых вылетов и два погибших человека. Вы понимаете, вот где высшая, что ли, радость, что ли, для конструктора, когда мы сделали такую великую победу для спасения человека во время выполнения боевой задачи. Автоматический отстрел тепловых ловушек – лишь одна из многочисленных идей, рассчитанных на спасение летчика в любой ситуации. Многие из этих решений до сих пор находятся под грифом «Секретно». Как показали испытания, титановая броня, благодаря сочетанию твердости и пластичности с высокой удельной прочностью, имеет исключительно высокую живучесть. Внимание! Пуск! При достижении заданной скорости на расчетном участке включаются бортовые системы, срабатывает механизм подачи команд. Невероятную надежность самолета обеспечивали и дублированные тяги управления, и удачно расположенные двигатели, и особая конструкция топливных баков. Они были снаружи защищены слоем полиуретана, который сам затягивал мелкие пробоины. Смысл этого полиуретана заключается в том, чтобы разделить на мелкие ячейки объем, в котором находятся пары керосина. С этим полимером связана целая шпионская история. Пенополиуретан в СССР тогда не производился, и советские спецслужбы разработали многоходовую комбинацию с подставными фирмами, с заявками от завода, якобы производящего матраса. Позже производство, конечно, наладили, но эту схему тогда не знал даже главный конструктор. Губка была разработана в Голландии. Как она к нам попала? Может быть, через Болгарию. Исключительная надежность штурмовика Су-25 дополнялась мощным вооружением. У меня в руках предмет, который кроме узкого круга специалистов никто никогда не видел. В нем скрывается страшная разрушительная сила в виде трехсот стальных осколков. Это боевой элемент кассетной авиабомбы. 128 таких элементов, уложенных всего в одну бомбу, накрывает осколками площадь, равную 11 футбольным полям. Эти уникальные кадры испытаний кассетных боевых газов были разрешены к показу после многочисленных согласований. До сих пор действия можно было увидеть только в реальном бою и только один раз. После отделения от самолета кассета раскрывается и из нее выходят кассетные боевые элементы, каждый из которых представляет собой боеприпас определенного действия. Если это, например, бетонобойные элементы, то каждый из них способен поразить, например, взлетно-посадочную полосу. Смотрите, как действуют бетонобойные бомбы. Они способны разрушить любые укрепления. Эти кадры вы тоже видите впервые. Во время работы над самолетом Владимир Бабак постоянно бывал на фронтовых аэродромах и получал необходимую информацию напрямую от летчиков. Сидят эти молодые орлы, им 20-22 года, это мои дети. Понимаете? Я им должен сказать, ты, друг мой, лети и не бойся, выполняй свою боевую задачу. Все равно, что своего сына посылать на смерть. Я же вам не зря говорю, что многие подрывали себя. И тут такая есть реальная возможность. Черт его знает, что враг приготовил. Порой количество боевых вылетов превышало все допустимые нормы. Но законы войны неумолимы. Солдатские жизни зачастую зависели от интенсивности работы летчиков-штурмовиков. И вот ему в глаза смотришь, давай, друг, лети. А у него это восьмой вылет за сегодняшний день. Восьмой. Вы представляете, что такое? Восемь раз он выполняет боевую атаку, восемь раз он рискует жизнь, восемь раз он бросает боеприпасы, причем он знает, почему бросает. Там сидят люди, ждут его. Там ведь тоже мы же выполняли операции по подстраховке десантников. Или там, значит, наши группы ходили на выполнение боевой задачи. И душман их атакует. И он производит атаки целей. Атакует там восемь раз. Тебе говорят, ну, дружок, ну еще одну бомбу сбрось вот сюда. Он говорит, нет, я сейчас сбегаю, то есть летаю обратно на аэродром, вернусь и привезу. Он говорит, когда ты вернешься, нас уже не будет здесь. По итогам работы специалистов КБ на фронте, в конструкцию самолета постоянно вносились изменения, повышавшие его живучесть. Результат был феноменальный. Однажды на очередных испытаниях, прямо под крылом штурмовика, случайно разорвалась ракета, не сошедшая с креплением. Практически получается 30 килограмм взрывчатки одновременно взрывалась под самолетом, под крылом самолета. Удивительно, но летчик при взрыве не пострадал. Более того, он был готов посадить машину на уцелевшем двигателе. И сообщил, что самолет управляется нормально. Чтобы не рисковать, командование заставило летчика катапультироваться. Но мы после этого вечером сели, мы, выражаясь по-русски, надрались как сапожники, потому что самолет для нас это как брат. Постоянно модернизируя самолет, Владимир Бабак старался учесть все пожелания военных. Но по одному вопросу спорил с ними, порой не сдерживаясь в выражениях. Речь шла о том, чтобы серийный штурмовик сделать двухместным. Казалось бы, резонно. Один пилотирует, другой стреляет. Но Бабак доказал, в этом случае риск для летчиков возрастает многократно. И настоял на своем. Двухместной была лишь учебно-боевая модификация Су-25УБ. Исключительная надежность этой машины, скорее всего, стала основанием для Федеральной службы охраны, которая не возражала против полета на Су-25УБ Владимира Путина во время его пребывания на Северном Кавказе. Иногда кажется, что жизнь конструктора целиком проходит за стенами секретных лабораторий и цехов. Действительно, режим секретности накладывает определенные ограничения. И, возможно, поэтому самым близким, доверенным лицом Владимира Лабака стала его жена и верный друг Марина Михайловна. Она режиссер, лауреат разных премий. Поэтому связь моя, авиационная, и ее, она связана больше чисто человеческими. Я ее начинаю критиковать, какие она делает плохие фильмы, а она меня критикует, что ты не умеешь делать самолеты. Ну вот, единственное, что можно сказать. Именно Марина Михайловна первая узнала о решении своего мужа создать летающий танк. Суперсамолет Су-39. И сейчас вы его увидите. Представьте себе, что летчик штурмовика Су-39 с помощью уникальных приборов может прочитать на дальности до 10 километров название улицы или номер дома в многомиллионном городе. По признанию американских специалистов, этот самолет на 10 лет опередил свое время. Сегодня именно этот самолет может стать ключевым звеном в проведении точечных ударов во время антитеррористической операции. К этому совершенству конструкторы пришли не сразу. Исключительно сложные задачи, поставленные перед штурмовиком, сводились в простой формуле. Прилетел, спикировал, уничтожил. Но не все цели, как выяснилось, можно уничтожить спикированным. Тем более, движущуюся бронетехнику. И вот мне, как главному конструктору, была сначала поставлена задача в 81-м году создать на базе самолета Су-25 вот такой вот самолет, снайпер под танком. То есть была поставлена задача уничтожать бронированную технику, идущую со скоростью примерно 60-80 км в час по пахоте. Эта задача оказалась значительно сложнее. Ведь за 3 или 5 секунд, которые ракета летит к цели, танк успевает проехать на несколько десятков метров от точки прицеля. До настоящего времени, даже в странах НАТО, эта проблема для штурмовой авиации является приоритетной. Ее решения там не найдены до сих пор. Но в КБ Сухого решили и эту задачу. Мы создали комплекс, оптикотелевизионный комплекс «ШКВАЛ». Именно этот полностью автоматизированный комплекс позволяет летчику действовать по принципу «выстрелил и забыл». После пуска ракеты наведение на цель выполняется без его участия. Первая и главная задача эта система обеспечивает автоматическое слежение подвижной цели типа танка на удалении до 10 км с точностью полметра. В дальнейшем, с использованием локатора дальнего обнаружения целей и аппаратуры ночного видения, возможности самолета стали просто невероятными. Как в фантастических всяких наших книжках, которые Казанцева, которые были еще выпущены давным-давно, когда там за «Зайцем» гонится ракета, так и мы здесь вот отрабатывали систему по подвижным целям. Первый раз мы попробовали отработать вот этот телеавтомат, который запоминает образ, на вороне. То есть мы, значит, телеавтоматом, ну, системой навели на ворону и передали телеавтомату образ вороны. Я такого еще никогда не видел. Значит, система ходила, двигалась, прыгала. Ну, ворона же она не летает ровно, она же неуверенная женщина, она же мотается туда-сюда. Поэтому телеавтомат и летящая система обеспечивали вот перемещение, угловые перемещения. Как перемещается ворона, ну, вы можете себе представить. Вместе с системой прицеливания для новых штурмовиков были разработаны специальные противотанковые управляемые ракеты. Самое главное оружие, которое разработано для этого самолета, противотанковые управляемые ракеты «Вихрь». Разработки Тульского КБП под руководством Аркадия Георгиевича Шипунова. Талантливший конструктор, талантливший человек создал уникальный, значит, боеприпас, который пробивает броню танка толщиной один метр. Высокоточное оружие меняет даже психологию лёдочка. В его руках теперь ювелирный инструмент. В Чечне был случай, когда лётчик на Су-39 получил задание уничтожить мост. Но по мосту двигалась машина без опознавательных знаков. Лётчики подошли на Су-39 и сбросили. Сначала одну бомбу сбросили впереди идущие машины, а вторую сзади по этому мосту. Впереди мост развалился и сзади, а посередине стоит машина. Сегодня штурмовик Су-39 один из лучших образцов интеллектуализма. Для его эффективного использования Владимир Бабак предлагает создать в Липецке специальную эскадрилью быстрого реагирования, которая может провести мгновенную антитеррористическую операцию. В акте гососпытания написана такая интересная фраза, что самолёт и его системы установлены на этом самолёте аналогов в мире не имеют. То есть мы сегодня имеем с вами самый уникальный самолёт, который можно было бы, значит, предложить нашим вооружённым силам для защиты рубежей нашего государства. Об авиации Владимир Бабак мечтал с детства. Но впервые столкнулся с ней при очень драматических обстоятельствах. В начале войны, эвакуируясь в Харьков, его семья попала под бомбёж. Потом уже в Харькове они жили рядом с тракторным заводом. И каждую ночь самолёты немецкие атаковали тракторный завод этот. И я помню, у меня мама всегда прятала куда-нибудь вниз для того, чтобы только ты оставайся от этих осколков, которые разлетались живым. И вот это был ещё один момент, который запомнился мне в жизни, что авиация – это наиболее серьёзная штука, которая становится более эффективным с каждым днём. После войны у Володи были вполне нормальные для тех лет увлечения. Авиамодельные кружки, планерное сердце. Когда же встал вопрос о выборе профессии, сомнений не было. Только в авиацию. И он поступил в Московский авиационный институт. В 59-м году я пришёл в КБ Сухову, начал заниматься вот авиацией. И не жалею. Вот дня нету, чтобы я там... Я чувствую себя всегда как-то так, знаете, уверенно. Знаю, что мы делаем самые лучшие произведения искусства под названием «Самолёт». Я уверен в том, что по многим параметрам мы опередили западные самолёты. Сегодня Владимир Петрович Бабак не только один из ведущих авиаконструкторов, но и президент успешного концерна «Штурмовики Сухова», объединяющего 47 предприятий, исследовательских институтов, конструкторских бюро России. Это хороший пример того, что можно успешно работать, не уповая лишь на помощь государства или западные кредиты. Стремление решать вопросы по примеру Запада отучило нас от самостоятельности. Говорил ещё Дмитрий Иванович Менделеев. К счастью, в вопросах создания новых образцов вооружения дело обстоит несколько иначе. И здесь российские оружейники уже давно стали законодателями моды. Одним из таких законодателей всегда был и остаётся лучший российский авиаконструктор Владимир Петрович Бабак, который создал Су-39, лучший штурмовик 21 века. За заслуги перед Отечеством Владимир Петрович Бабак награждён орденами «Знак почёта» и «Трудового красного знания». Он является лауреатом Государственной премии. Это последняя треть моей жизни. Всё то, что было прожито за последние 20 лет, всё связано с этим штурмовиком. И его радости, и горести, и падения, и взлёты, и война, и тишина, и новые самолёты. Вот 20 лет занимаемся этим вопросом. Поэтому, что ещё можно сказать по этому вопросу? Это моя жизнь. Последние 20 лет. 21 век предъявил миру новую угрозу. Международный терроризм. И хотя штурмовик Су-39 создавался для решения совсем других задач, но именно сейчас настало его время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровко und Субтитры создавал DimaTorzok